Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня для вас урок Первый закон термодинамики ведет преподаватель химии Нишха Бенгорода Усть-Каменогорска Капасова Роза Каблгопаровна. Тип урока это комплексное применение знаний, умений, навыков при решении расчетных задач по первому закону химической термодинамики. По содержанию относятся к блоку трудной темы школьного курса химии, к разделу элементы химической термодинамики и кинетики, поэтому необходимо конструирование активного взаимодействия ученика-учителя при рассмотрении разных типов задач. Основная цель урока это дать учащимся конкретное представление о термодинамике, ее законах, границах применимости, прикладном значении, в частности будем говорить о термохимии, при решении расчетных задач. Задача урока это продолжить формирование основных понятий законов термодинамики, термохимии, установить взаимосвязь между изобарными и захворными процессами для повышения функциональной грамотности учащихся. В качестве развивающей задачи это расширить научный кругозор о важнейших теоретических моделях для учащихся, которые используются в термодинамике и термохимии для расчетов, также обработке навыков по сбору, обработке справочных и экспериментальных данных. Также необходимо развивать умение наблюдать и объяснять химические явления, умение работать в парах, в группах, дальше развивать мышление, способность анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать, выделять существенные признаки. Ну и также развивать химический язык как материальное выражение мыслей, чем богаче язык, тем богаче мышление. В качестве воспитательной задачи это формировать устойчивый интерес к решению расчетных задач по законам термодинамики, сегодня по первому закону, обучающий повторить изученные темы, начиная с 8 класса по энергетике процессов, продолжить формирование умения решать задачи с использованием расчетов по основным уравнениям для изобарных и захоронных термодинамических процессов, также по химическим уравнениям, показать, чем отличаются термохимические уравнения от обычных химических уравнений. Ну, в качестве ожидаемых результатов мы думаем, что после тщательного разбора таких трудных тем химии, как термодинамика, они все-таки смогут использовать первичную информацию для решения расчетных задач термохимических, решать задачи по термодинамике, осуществлять поиск справочной информации, использовать в деятельности базовые знания, и после всего этого должно появиться стремление к новизне, анализу, должен повыситься уровень владения основными научными понятиями равновесной термодинамики для решения расчетных задач. Ну, к задачам урока относятся вот следующие. План урока – это демонстрация хороших задач по законам химической термодинамики. Затем опрос особенностей течения реакции, самостоятельная работа, построение энергетической диаграммы для экзоэндотермического процесса, использование реакции в промышленности в быту, использование задач, решение задач с внедрением и пониманием таких определений, как тепловой эффект, КПД, химическое равновесие и анализ полученной информации с помощью справочной таблицы. Домашнее задание. Ну, виды работ – это представление результатов предварительного исследования, устные ответы, составление энергетических диаграмм, решение задач, групповое сотрудничество, систематизация знаний в блок-схеме, анализ информации, попытки установить взаимосвязь и так далее. Контроль знаний в конце выполнения самостоятельной работы. Ну и в качестве понятия мы сегодня рассмотрим, что такое химическая термодинамика, термодинамическая система, параметры функций состояния, энтальпия. Законы – это первый закон термодинамики, закон Гесса, их математические выражения. Расчеты по математическим формулам, которые отражают первый закон термодинамики. И применение первого закона к термодинамическим процессам и при решении расчетных задач. Ну, начнем с основного определения, что такое химическая термодинамика. Ну, в переводе термос – это сила, термодинамика – это движение, наука о закономерностях превращения энергии, которая изучает условия устойчивости макросистем и термодинамические законы. Отвечает на три вопроса. Возможно ли данный процесс в системе при определенных условиях? В какую сторону пойдет самопроизвольный процесс при указанных условиях? И чем этот процесс закончится? То есть, каким будет состояние равновесия? Ну, вот, если в качестве таблицы отразить все, чем занимается химическая термодинамика, то можно из этой таблицы наглядно увидеть, что базируется она на трех китах, на трех законах термодинамики – первый, второй, третий. Значит, главные параметры – закон ГЕСа, закон о термодинамическом равновесии и так далее. Значит, мы сегодня с вами рассматриваем вертикаль, первый закон, основные понятия первого закона – это закон ГЕСа и закон Киргофа. Ну, вообще, хочется сказать, что любое термодинамическое описание основано на опыте. Если представить в качестве схемы опыт, из опыта, естественно, когда набирается какое-то определенное количество экспериментальных данных, выводятся законы, первый ряд. Из закона выводится, любой закон имеет химический, математическую интерпретацию, то есть формула или уравнение, по которому можно производить всевозможные расчеты. Затем из этого опыта, многовекового, человеческого, можно выстроить параметры системы. Параметры системы делятся на интенсивные и экстенсивные. Экстенсивные называются функциями состояния. И, естественно, эти функции состояния в ходе процесса изменяются, и можно ввести такое понятие, как изменение функций состояния. И все эти расчеты и изменения функций состояния сводятся в общем практическом критерии. Это критерии равновесия и эволюции. То есть, если вы правильно научитесь выбирать функцию состояния и правильно рассчитывать ее изменения, то мы сможем ответить на все три вопроса термодинамики. Поэтому, исходя из этой схемы термодинамического описания, можно сказать в качестве вывода фразу Эйнштейна, который сказал, что термодинамика является единственной общей из физических теорий, и ее основные положения никогда и никем не могут быть опровергнуты. То есть, если вспомнить хронологию развития химии, то дети учащиеся знают, что реакционная способность вещества на 50% определяется его составом и структурой, и на 50% его реагентом по реакции. То есть, исследования Гипса, Ван Гоффа, Нерс и других ученых развели химическую термодинамику, изучающую энергетические процессы, которые сопровождают химические реакции. То есть, сама термодинамика описывает систему, ее состояние с помощью измеряемых термодинамических параметров. Это температура, давление, количество вещества, плотность, объем, изобарно-изохорная теплоемкости и термодинамических функций, такие как внутренняя энергия, энтальпия. Энтальпия в переводе с греческого – теплосодержание, энтропия с греческого – это хаос, энергия гипса, энергия гелемгольца – объект изучения термодинамики, естественно, термодинамическая система, в дальнейшем я буду говорить «система», подразумевается термодинамическая. То есть, в термодинамике различают три типа систем. Это изолированная система, закрытая система и открытая система. Вы видите, что изолированная система, она, ну, можно представить, это термос обычный или пробирка закрытая с какими-либо исходными веществами, помещенная в термостат. То есть, тогда, когда система не может обмениться с окружающей средой ни энергией, ни веществом. Затем, второй тип системы – это закрытая система. Например, от закрытой системы – это просто колба или пробирка закупоренная, там, где происходит реакция. То есть, есть обмен температурой, теплом, но нет обмена веществом. И, наконец, открытая система, когда, например, та же колба с раствором, но она открытая, без пробки. То есть, вы увидите, что с течением времени объем жидкости уменьшается, то есть, происходит обмен с окружающей средой и энергией, и веществом. Первый закон термодинамики – это и есть закон сохранения энергии, который открыл Ломоносов в свое время. Поэтому формулировка его остается как бы знакомой с точки зрения физики. При любом процессе общая энергия системы окружающей среды остается постоянной. То есть, в ходе химических реакций или физических энергии не может исчезать или появляться. Она может переходить из одной формы в другую в строго эквивалентных количествах. То есть, если говорить об определении, что по Ломоносову звучит так, что энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, просто происходит постоянный переход одного вида энергии в другой в строго эквивалентных количествах. Но если записать в дифференциальной форме первый закон термодинамики, то он объединяет три понятия, такие как внутренняя энергия, ДУ, теплота, КУ, дельта КУ плюс работа, дельта А. В интегральной форме мы можем проинтегрировать это дифференциальное уравнение и получить дельта У, изменение внутренней энергии, равно разности между количеством теплоты и работы. То есть, теплота считается положительной, если она передается системе, и работа считается положительной, если она совершается системой над окружающей средой. В качестве примера рассчитайте изменение внутренней энергии гелия. Гелий, надо сказать, что это одноатомный идеальный газ при изобарном расширении от 5 до 10 литров под давлением 196 кПс. То есть, П1 равно П2, это будет 196 кПс. Первый объем 5 литров, второй объем 10 литров. Начальная и конечная температура известны, поэтому мы можем использовать уравнение Т1, равное П1В1, деленное на НР. Т2 равно П2В2, деленное на НР. Изменение внутренней энергии идеального газа определяется только начальной и конечной температурой. Изохорная теплоемкость для одноатомных газов это 3 вторых НР, а Дельта У будет равно изменение внутренней энергии ЦВ умножить, изохорная теплоемкость умножить на разность температур. Все это приводим, подставляем математические данные, которые даны по условию задачи, и получаем цифру 1470 кДж, то есть можно рассчитать изменение внутренней энергии гелия при забарном расширении от 5 до 10 литров под давлением 196 кПа. Но хочется сказать, при решении данной задачи мы использовали основное уравнение Майера, это был немецкий врач, физхимик, который внес большой вклад в развитие термодинамики, в развитие первого закона, и известное уравнение Майера, это разность между изобарной и изохорной теплоемкостью равно универсальной газовой постоянной, то есть ЦП минус ЦВ равно Р. Задача номер один, в качестве задачи номер один можете дать для самостоятельного расширения, что газ, расширяясь от 10 до 16 литров при постоянном давлении, то есть изобарный процесс, поглощает 126 джоулей теплоты. Определите изменение внутренней энергии газа. То есть давление у нас есть постоянное, 101,3 кПа, газ расширяется от 10 до 16 литров, и количество теплоты известно. Ответ указан. Вторая задача рассчитать, изменит альпия кислорода, идеальный газ, здесь он уже двухатомный газ, при изобарном расширении от 80 до 200 литров, при нормальном атмосферном давлении, и ответ здесь приводится 42,6 кДжоулей. Третья задача – рассчитать изменение внутренней энергии в реакции образования мочевины из простых веществ, если известно, что стандартная энтальпия для этой реакции равна 333,51 кДжоуль на моль. То есть здесь они возьмут учащуюся реакцию, связывающую изобарный и изохорный тепловой эффект, то есть Дельта-У выразят из этого выражения, Дельта-H найдут стандартное энтальпия образования известно. То есть им останется написать уравнение образования реакции мочевины из простых веществ. Мочевина NH4,2H,DCO, значит они должны взять элементарный молекулярный азот Н2, плюс NH4,2H,DCO, плюс углерод в графит, плюс кислород и плюс водород. То есть уравнять на 1 моль мочевины. И найти Дельта-Н реакции, это изменение числа молей газообразных веществ, как разность между суммой числа молей газообразных продуктов минус сумма числа молей газообразных исходных веществ. В качестве вывода могут записать, что тепловые эффекты реакции определяются как экспериментально, так и с помощью термохимических расчетов по закону ГЕССА. Разность этих тепловых эффектов равна работе расширения. Из уравнения состояния идеальных газов мы знаем, из уравнения Менделеева и Капирона, что P на Дельта-В равно Дельта-Н на РТ. Дельта-Н – это изменение числа молей только для газообразных участников реакции. Вот в качестве примера для мочевины мы можем расписать 4 водорода, плюс С-графит, плюс 1,2 кислорода, получается кристаллическая мочевина с тепловым эффектом 333,51 кJ тепла. То есть Дельта-У мы выражаем, получаем 324,8 кJ изменения внутренней энергии. И хочется показать, как рассчитывается число молей Дельта-Н. То есть продуктов газообразных у нас нет, значит 0, минус 4,5 моля газов исходных веществ. Графит твёрдый не участвует. И вот мы видим 0, минус 4,5. Теперь можете сказать определение в качестве ВВД, что тепловой эффект химической реакции, так максимальное количество теплоты, выделенной или поглощённой в ходе химической реакции, которая протекает необратимо при постоянном давлении или при постоянном объёме, причём температура исходных веществ и продуктов реакции одна и та же. Отсутствуют другие виды работ, кроме работы расширения. Это очень важный момент, потому что 95% химических реакций, они экзотермические, и проходят либо при постоянном давлении, либо при постоянном объёме. То есть из первого закона термодинамики, из математического выражения, следует, что теплота при постоянном объёме, равна изменению внутренней энергии, QV равно дельта У, а при постоянном давлении изменению энтальпии, QP равно дельта H. То есть тепловой эффект химической реакции при постоянном объёме и давлении – это изменение таких функций состояния, как внутренняя энергия и энтальпия. То есть при этих два равенства, основных, вытекающих из первого закона, в применении к химическим реакциям составляет как раз суть закона Гесса. Ну, в качестве вывода два надо им сказать, что это они всё изучают в курсе физики, что внутренняя энергетила зависит от состояния вещества, которое изменяется, определяется тепловым эффектом. То есть в науке тепловой эффект при постоянном давлении – это энтальпия. Слово энтальпия, то есть теплосодержание, предложил нидерландский физик Гейке, Камерлинг Омнес. Из первого закона термодинамики следует, что при этих условиях теплота является функцией состояния. И в 1840 году Герман Иванович Гесс, русский учёный немецкого происхождения, открыл основной закон термохимии, установил постоянство теплоты, реакции нейтрализации, экспериментально показал, что тепловой эффект, протекающий при постоянном давлении или объёме постоянен, не зависит от пути процесса, определяется только начальным и конечным состоянием системы. То есть он доказал независимость теплового эффекта от пути процесса. Ну, значит, если мы в качестве схемы, известная и в зарубежной литературе схема Гесса, записываются следующим образом. Значит, исходные вещества продукты реакции. Понятное дело, что можно из исходных веществ получить продукты прямым путём, обозначаем тепловой эффект прямой реакции ΔH1, и можно пойти через ряд промежуточных стадий. И промежуточные стадии теплового эффекта можно обозначить через ΔH1 и ΔH2. По закону Гесса математически понятно, что суммарный тепловой эффект по первому пути равен сумме промежуточных тепловых эффектов. То есть действительно, независимо от пути получения продуктов, этот тепловой эффект не зависит от пути процесса. Но в качестве примера реакции сгорания угля можно сразу дать достаточное количество кислорода и получить углекислый газ с тепловым эффектом минус 390,3 и 5 кДж. А можно эту реакцию провести в две стадии. Первая стадия – углерод сжечь в недостатке кислорода, получить угарный газ с тепловым эффектом минус 110,5, и затем доокислить угарный газ кислородом и получить углекислый газ. То есть прийти к продукту, что мы получили в одну стадию, двумя стадиями. И окисление угарного углекислого с тепловым эффектом минус 283 кДж. Эти две стадии мы просуммируем и получим минус 393,5 кДж. То есть в качестве вывода они видят и могут записать, что дельта H прямого пути равен сумме двух промежуточных, и действительно минус 393,5 был бы равен минус… Они спросят, почему это так? Ну, в качестве ответа приходит опять-таки закон Ломоносова. Вы бы сказали, если было бы иначе, тогда был бы нарушен закон сохранения энергии по Ломоносову. Ну и вначале я сказала, что по словам Эйнштейна, законы термодинамики никогда и никем не могут быть опровергнуты, потому что это многовековой опыт человечества. Действительно, первые перпетренные модули первого рода невозможны, то есть невозможен вечный двигатель первого рода и так далее и тому подобное. То есть почему это всё невозможно? Потому что всё это базируется на первом законе, на законе сохранения энергии. Ну, в качестве энергетической диаграммы, если мы можем представить количество теплоты при сгорании угля, более наглядно, прямой процесс минус 393,5, вы видите, и два промежуточных в сумме даёт этот же самый тепловой эффект. То есть тепловые эффекты реакции определяются как экспериментально, так и с помощью термохимических расчётов. Но самое важное, что вытекает из закона Гесса, это то, что схема закона Гесса позволяет рассчитать тепловой эффект тех реакций, которые невозможно провести экспериментально. Например, определить теплоту гидротации соли, потому что мы можем всегда получить из безводной соли голубой раствор, допустим, медного купороса, можем получить из кристалла гидрата голубой раствор этого медного купороса, но мы не можем экспериментально определить сам переход безводной соли в кристалл гидрат. Поэтому вот этим уникален первый закон термодинамики, и его прикладной закон – это закон Гесса. Ну, ещё плюс какой из первого закона термодинамики, потому что огромное количество химических реакций и очень много фазовых переходов. И между, допустим, рассмотрим, если однокомпонентную систему, вода жидкая переходит в воду газообразную, то это, естественно, фазовый переход, жидкость переходит в газ, называется процесс испарения. Поэтому дельта-Аш испарения мы можем посчитать, это от двух теплот образования газообразной воды надо отнять две теплоты образования жидкой воды. И мы посчитаем теплоту фазового перехода, это 44 кГц на мой. То есть процесс испарения, жидкость в газ – это процесс эндотермический, а процесс обратный – конденсация экзотермический, то есть если вода газообразная, будет приходить в воду жидкую, тогда процесс экзотермический. То есть это очень, опять-таки, прикладное значение первого закона термодинамики. Можно вводить даже в седьмом классе, когда они проходят такой раздел, как фазовые равновесия или агрегатное состояние веществ. Таким образом, при экзотермических реакциях, когда тепло выделяется, дельта-Аш отрицательно, мы пишем дельта-Аш меньше нуля. В термохимии, в отличие от термодинамики, теплота считается положительной, если она выделяется в окружающей среде и наоборот. То есть между теплотой КУПЕ и энтальпией существует такая зависимость. Дельта-Аш больше нуля – 572 кГц для воды жидкой. Если при экзотермической реакции теплота не успевает отводиться, то реакционная система нагревается. Например, при реакции горения метана. Образуется углекислогаз и вода. Выделяется столько теплоты, что метан используется как топливо. На рисунке показана диаграмма полного сгорания. И задание такое можете дать – вычислить тепловой эффект реакции неполного сгорания метана, используя схему ГЕСС. То есть вы закрыли результат. Им нужно, знают они теплоту, которая при прямом переходе сгорания – минус 890 кГц. И знают теплоту перехода угарного газа в углекислый газ. То есть могут посчитать, используя дельта-Аш-1. Вы выражаете неизвестную увеличенную дельта-Аш-2. Подставляете – получаете минус 607 кГц. То есть процесс в термодинамике – это не развитие события во времени, а последовательность равновесных состояний системы, которая ведет от начального состояния к конечному, через ряд термодинамических каких-то параметров. Тот факт, что в этой реакции выделяется теплота, можно отразить термохимическим уравнением. То есть вы видите, в чем отличие от обычного химического. Мы указываем агрегатное состояние всех участников реакции. Я надеюсь, надо еще раз растолковать, потому что при расчете внутренней энергии по первому закону необходимо учесть суммарное число моль газообразных участников реакции. Поэтому необходимо указывать агрегатное состояние и плюс, что возможны фазовые переходы одного газообразного этого же вещества в жидкое. Поэтому в справочных данных, в справочной литературе приведены энтальпии именно для любого вещества в жидком и твердом состоянии. Вот тут портрет стоит Киргофа. Теперь вы можете спросить, от чего зависит тепловой эффект каждой конкретной реакции. Естественно, от агрегатного состояния, раз мы записываем, от температуры. Это необходимое условие, потому что при стандартных условиях все это калориметрически определено, и все эти экспериментальные данные приведены в справочниках. И от того, происходит ли по химическому превращению при постоянном давлении или объеме. То есть три правила мы соблюдаем. Это равенство температур исходного и конечного состояния. То есть стандартная температура – это 298 по Кельвину или 25 по Цельсию. От агрегатных состояний, естественно, и от того, какой процесс – изобарный или изохорный. Например, конденсация водяного пара. В качестве вывода можете записать, что обязательно еще раз акценты на трех необходимых условиях применения закона ГЕССА. Ну и теперь три следствия из закона ГЕССА. Первое следствие, что тепловой эффект химической реакции равен сумме стандартных теплообразования продуктов за вычетом суммы теплообразования исходных веществ с учетом естественности химетрических коэффициентов. Ну что теперь сказать, что такое стандартная энтальпия или теплообразование вещества? Дельта H обозначается с F с ноликом. Там нолик обозначает стандартные условия, верхний индекс. F обозначает образование. То есть в переводе с английского это первая буква слова formation. В formation есть образование. Это энтальпия реакции образования одного моля сложного вещества из элементов, которые находятся в наиболее устойчивом агрегатном состоянии при стандартных условиях. Согласно этому определению, энтальпия образования наиболее устойчивых простых веществ в стандартном состоянии равна нулю при любой температуре. А стандартная энтальпия образования сложных веществ и ионов при стандартной температуре приведена в справочниках. То есть стандартная энтальпия образования вещества, например, этана, будет записываться в виде 2С графит плюс 3H2 газообразных, получается 2H6 газ. То есть стандартная теплота образования этана из простых веществ равна минус 84,7 кГж на моль. Понятие энтальпия образования используют не только для обычных веществ, но также для ионов в растворе. При этом за точку отчета приводится ион водорода или протон, для которого стандартная энтальпия образования в водном растворе равна нулю. Затем физический смысл. Ну давайте запишем H это энтальпия или общий запас энергии системы. S это энтропия, мера неупорядоченности или мера хаоса в системе. То есть это та часть энергии, которая не способна превращаться в работу. В букве G обозначается энергия гипса, свободная энергия, которая может превратиться в работу. Ну и пользуясь справочными данными, рассчитайте энтальпию реакции между твердой медью и раствором азотной кислоты. Азотная кислота разбавленная, поэтому получается продукты нитрат меди, оксид азота двухвалентного и 4 молекулы воды. Запишем сразу сокращенное ионное уравнение данной реакции. Это будет 3 меди твердой плюс 8 ионов водорода плюс 2 иона нитрата иона. Получается 3 иона меди гидротированной, 2 НО газообразного и 4 воды жидкой. И по закону ГЕСа мы запишем, что дельтаж этой реакции будет складываться из 4 энтальпии образования воды жидкой плюс 2 энтальпии образования оксида азота двухвалентного плюс 3 энтальпии образования меди двухвалентный минус 2 энтальпии образования нитрат и ионов. Ну и вы видите, что мы не учитываем водород и все, потому что водород принят за 0 и медь металлическую мы не берем, потому что энтальпия образования простых веществ также равна 0. Подставляем цифры, используя справочные данные, и в расчете на 3 моля меди мы получаем тепловый эффект минус 358,4 кГ тепла. Теперь, пользуясь справочными данными, рассчитать энтропию этой реакции. Но энтропию также выписываем из справочника. И здесь хочется сказать, при расчете стандартной теплоты реакции энтальпии реакции образования для данной реакции, когда дети в 11-12 классах пишут выходные экзамены, экзаменационные по Кембриджу, значит, здесь необходимо привести расчет на 1 моль меди, то есть 358,4 вы разделите на 3, ну и получите там 100 с лишним килоджоль на моль. Ну, теперь интересна также реакция раствора соды с раствором соляной кислоты, записываем реакцию. И, естественно, самый опять нюанс, который хочется сказать, что вот для такой записи реакции мы не можем найти табличных данных. Например, нет значения для твердых солей энтальпии образования газообразного хлороводорода H-хлор, а наша реакция происходила при сливании двух растворов. Поэтому необходимо произвести, чтобы правильный расчет, нужно определить, что на самом деле реагирует карбонат и ион с кислотой. Например, для этой реакции, если мы запишем краткое ионное равнение, то получим реакцию между карбонат и ионами водорода с образованием жидкой воды и углекислого газа. Вот для этих веществ справочные данные есть. Если мы запишем для карбоната и иона стандартного теплообразования, это будет минус 677, водород ноль, вода жидкая минус 286 и углерод, углекислый газ минус 393,5 кДжоли на моль. И по закону ГЕСа мы от суммы продуктов образования исходных отнимаем сумму исходных энтальпий и получаем цифру в минус 3 кДжоли. То есть реакция идет самопроизвольно в прямом направлении. Ну и они, можете спросить, дома, когда вы гасите уксусной кислотой пищевую соду, происходит та же реакция, краткое ионное уравнение, то, что мы посчитали. То есть данная реакция имеет практическое значение применения в быту, то есть в кулинарии. Аналогично можно эту реакцию провести, заменить соду мелом. Это доказывает, что реакция сводится к взаимодействию карбоната иона с протоном водорода. То есть мел – это кальций-СО3 плюс кислота, получается углекислый газ и вода. И по закону сохранения ГЕСа мы найдем то же самое, минус 3 кДжоли на моль. Ну, теперь эти вот пищевая реакция, мы можем обозначить ее как пищевую. Они пригодны для самостоятельной практической работы в 8-9 классах. Описание экспериментов. Сухой химический стакан можно пользоваться прозрачными пищевыми, одноразовыми стаканчиками. Насыпаем равные объемы, примерно с горошину каждой лимонной кислоты и питьевой соды. Без воды реакция не идет, но при добавлении нескольких капель воды смесь бурно вскипает. Опять-таки, здесь единственное гидрокарбонат и ион с водородом. Это тоже нюанс пищевой реакции. И по закону ГЕСа можно посчитать энтальпию, энтропию и энергию гипса. Сделать выводы о направлении реакции и глубине протекания. Ну, теперь энергетический эффект химической реакции может проявляться как чисто тепловой, связанный с изменением внутренней энергии. Например, реакция нейтрализации в разбавленном растворе. И следствие 2, например, для реакции сгорания, обозначая комбажен, энтальпия химической реакции наоборот. Это второе следствие равно сумме теплот сгорания исходных веществ за вычетом суммы теплот сгорания продуктов реакции. Теперь можете дать определение, что стандартной энтальпией теплотой сгорания вещества – это реакция полного окисления одного боли вещества. Это следствие используют для расчета тепловых эффектов органических реакций. Например, реакция хлорирования метана с образованием хлористого метила и соляной кислоты газообразной. Известны теплоты сгорания метана, хлористого метила и сгорания водорода. Теплота образования H-хлор – минус 92,3 кГ на моль. То есть в качестве решения мы подставляем математическое выражение второго следствия и подставляем цифры. Следствие 3 из закона ГЕСА, это и из первого закона термодинамики, что энтальпия и химическая реакция равна разности энергии разрываемых и образующихся химических связей. То есть энергия связи между А и Б – это энергия, которая необходима для разрыва и разведения образующих частиц на бесконечное расстояние друг от друга. Энергия связи, естественно, всегда положительна. Например, рассчитать энтальпию реакции образования бензола газообразного из шести атомарных углеродов газообразных и шести газообразных атомов водорода. По энергиям связи, в предположении, что двойные связи в молекуле бензола фиксированы в строгом соответствии с формулой Кекули. И в данной реакции химические связи не разрываются, только образуются. Но мы можем сказать, что у нас в бензоле есть 6 связей между углеродом и водородом, 3 связи между атомами и углеродом и 3 связи двойных ЦЦ. Энергии связи в килоджол на моль, используя справочные данные, находим CH – это 412, ЦЦ одинарная – 348 и ЦЦ двойная – 612 килоджол на моль. Энергия реакции равна, подставляем минус 6 умножить на 412, 3 на 348 и 3 на 612. Получаем энергию данной реакции – минус 5352 килоджол на моль. В конце хотелось бы сказать немного об истории термодинамики. Например, в 1660 году Роберт Бойль открыл зависимость объема воздуха от давления. Независимо от него, в 1676 году те же результаты были получены Мариоттом, французским физиком. Он был игуменом монастыря и основателем Парижской академии наук. Далее шотландский ученый Джозеф Блэк в 1760-1862 годах ввел различия между количеством тепла и температуры, измерил теплоту плавления льда, ввел понятие теплоемкость. Затем Томпсон в 1848 году ввел абсолютную шкалу температур. Затем Шарль в 1787 году установил зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме. В 1802 году Гей-Люссак установил связь давления и объема с температурой. В 1824 году Садик Арно опубликовал сочинение «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развить эту силу». Доказал, что КПД тепловой машины определяется разностью температуры нагревателя и холодильника. Ввел понятие кругового обратимого процесса, идеального цикла тепловых машин. Его идеи в 1834 году популяризовал клопиером, изобразив в виде диаграмм в координатах ПВ. В 1840 году русский ученый ГЕС открыл основной закон термохимии независимости теплового эффекта от пути процесса, установил постоянство теплоты реакции нейтрализации. Затем в 1842 году немецкий врач Юлиус Майер работал судовым врачом на рейсе, работал судовым врачом и, возвращаясь из Европы наяву, обратил внимание, что венозная кровь в тропиках светлее, чем в Германии. Сделал вывод, что в тропиках для поддержания той же температуры тела нужно меньше кислорода. Следовательно, теплота и работа могут взаимно превращаться. И в 1842 году Майером теоретически оценена механическая сила в 365 килограмм в качестве теплоты. Далее Джоуль, хозяин пивоваренного завода, в 1841-43 годах ввел понятие тепловой эквивалент электрического тока механической работы. То есть, действительно, термодинамика основана на опыте прикладном значении законов термодинамики, в частности, первого и второго. До середины XIX века термодинамические понятия были сформированы в рамках идеи о носителе теплоты теплороде. Автор гипотезы, известный вам Галилеи, 1613 год. В 1798 году были получены экспериментальные данные против вещественной теории теплорода. Томсон наблюдал сверление пушек в Мюнхенском арсенале, оценил количество выделяющейся при этом теплоты. Затем Фаулер сформулировал нулевой закон термодинамики и так далее. То есть, в качестве домашнего задания, на основании математического выражения первого закона термодинамики, изобарных, изохорных процессов, закона Гесса, как прикладного значения следствия первого закона Гесса, можно задать следующие задачи. При взаимодействии 10 грамм металлического натрия с водой было выделено вот такое количество энергии, а при взаимодействии 20 грамм оксида натрия с водой такое. Вода берется в большом избытке. Рассчитать теплоту образования оксида натрия, если образование жидкой воды минус 286,2 джоулинамоль. Вторая задача на второе следствие закона Гесса, эндальпе сгорания, глюкозы, фруктозы, сахарозы, соответственно, равны. Рассчитать теплоту гидролиза сахарозы. Третья задача – это рассчитать стандартный тепловой эффект реакции нейтрализации. Прогессу – это между сильной кислотой и сильным основанием, которое протекает, и рассчитать энтропию и энергию гипса. Тестовые задания вы можете предложить для закрепления. И в качестве выводов, что вы научили учащихся работать с математическим выражением первого закона, поняли его практическое значение для изобарных и законных процессов, научились пользоваться справочником и решать задачи по трем следствиям из закона Гесса. Все материалы находятся на сайте модул.низ.едук.из. Большое спасибо за внимание. До свидания.